Как провести лето с пользой? Сезон отпусков в самом разгаре. Журналисты и представители туристических компаний отправились на поиски курортных мест Карагандинской области. Горный туризм, отдых в отелях на берегу Балхаша и многое другое. Смотрите далее. Информационный тур начался с поездки в горно-лесной массив Козеларай. Оставив автобус на трассе, мы отправились к пещере Аулие. С этого места начался наш поход. Добираться было непросто, но любителям туризма оселить 4 километра не составило труда. Чтобы попасть к пещере, участникам инфотура пришлось преодолевать настоящие туристические препятствия. Например, сделать мост из подручных средств. Сухие ветки, камни и доски помогли преодолеть ручей. Далее пару километров постепенно встречу ветру, и мы были почти у горы. Несмотря на пройденный путь, участники инфотура не теряли оптимизма. Они находили красоту в каждой мелочи этих окрестностей. Красивые цветы, полезные растения, не отравленные выхлопами машин и заводов, интересные камни, насекомые, которых не встретишь в городе – все это мы старались запечатлеть на фотокамеры. Красота горно-лесного массива завораживает, а воздух здесь настолько чист, что кружится голова. Стоя у подножья горы, казалось, преодолеть и подняться невозможно. Резкие подъемы и крутые спуски, но смелость, упорство и интерес к путешествию не давали сдаться. Чтобы сократить путь, приходилось пробираться через кустарники у стен горы. Когда мы поднялись, сверху открылся пейзаж широкой казахстанской степи. Возможно, кому-то покажется скучным ходить по горам и смотреть на камни, но в степных горах есть своя красота и очарование. Пару часов на преодоление препятствий, «И вот мы на месте» – пещера Аулие. Здесь активно развивается экотуризм. В домах местных жителей туристам предлагается проживание, возможность познакомиться с простым сельским бытом и отведать блюда казахской национальной кухни. Кто, как не местные оксакалы, могут рассказать историю и легенды этой местности? Удивительное сочетание нетронутой природы, древних исторических памятников и богатства оригинальной флоры и фауны. Сосновые леса, растущие на гранитных скалах, представляют интерес для ученых и туристов. На территории горно-лесного массива можно путешествовать по горам и степям, соприкоснуться с историческим наследием. Хорошо сохранившийся национальный уклад жизни местного населения делает Казаларай отличным местом для тех, кто любит открывать для себя что-то новое и интересное. Будучи в Казаларай, не посетить Некрополь-Бегазы как минимум неосмотрительно. Некрополь-Бегазы относится к бегазы дандыбаевской культуре, эпоха поздней бронзы. Здесь находятся сооружения, которые были построены в XII веке до н.э. Этот период в истории ознаменовался переходом к полукочевому скотоводству, появлением частной собственности и началом расслоения общества. Нас ждал автобус. Нужно было двигаться дальше, чтобы успеть посмотреть все достопримечательности и курортные зоны. Мы остановились в одной из многочисленных баз отдыха Балхаша. В рамках этого информационного тура ознакомились с различными экологическими турами в Актугайском районе. Это урочище Фазаларай. И прибалхашский регион посетили объекты туристической зоны города Балхаш, города Приозерск, ну и Актугайского района, поселок Тюбар-Тубек и Тарангавы. Ранним утром мы отправились дальше, изучать особенности местного туризма. Направились в сторону Приозерска. В четырех километрах от города находится лечебно-оздоровительный комплекс Балхаш, медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан. Центр оснащен всем необходимым оборудованием для отдыха и реабилитации. Спальный, спортивный и лечебный корпуса. Спортивное оснащение комплекса позволяет поддерживать и укреплять здоровье и физическую силу. В центре есть многофункциональный спортивный зал, бассейны, сауны, тренажерные, фитнес-залы, залы лечебной физкультуры и массажа. В летний период – пляжное обслуживание, катание на катере и другие водные развлечения. В лечебно-реабилитационном отделении комплекса Балхаш проводятся такие процедуры, как водолечение, углекислые, йодобромные, хвойные ванны и подводное вытяжение позвоночника. Также к вашим услугам различные виды массажа, диагностические исследования и многое другое. Помимо этого есть киноконцертный зал, кинотеатр, боулинг, рестораны, диско-бар, караоке-бар и другие развлечения. Комплекс рассчитан на 120 номеров, 150 койко-мест. Отдельная наша гордость – это лечебно-оздоровительное отделение, оснащенное самым последним оборудованием европейского производства – Германия, Швейцария, Нидерланды. Основной профиль нашего лечебно-завидного комплекса является лечение и реабилитация больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и болезни позвоночника. Следующими объектами посещения стали курортные зоны отдыха недалеко от города Балхаш. Туристические комплексы имеют различные категории комфортности – отдых в отелях, эконом-класса и люкс. Каждый сможет найти то, что ему по душе. Если вы любите сочетать активный отдых и комфорт, хотите отвлечься от городской жизни и провести время на природе, то Балхаш – это лучшее место в Казахстане для такого отдыха. Здесь же каждый рыбак найдет себе занятия. Балхаш богат разнообразными водными обитателями. На берегу озера в любое время суток можно увидеть любителей рыбалки. Тишина, спокойствие и чистый воздух – воспоминания о таком отдыхе запомнятся надолго. И было бы замечательно, я думаю, наладить логистику до Балхаша, допустим, с города Астаны и города Алматы, для того, чтобы беспрепятственно можно было быстро добраться сюда. К примеру, поставить те же авиарейсы, субсидированные государством. Либо, вот насколько мне известно, насколько нам известно, до Балхаша идут только пласткартные поезда, добавить какие-то дополнительные купейные вагоны и попробовать в таком ракурсе развивать и поддерживать отечественный внутренний туризм. Мы посетили около 20 баз отдыха. Каждая из них имеет свою особенность. В летний сезон здесь всегда много народу. Для туристов есть развлечение на любой вкус. Информационный тур провели в целях популяризации отечественного отдыха среди казахстанцев, а также для привлечения иностранных граждан. Отдых в Карагандинской области может быть самым разнообразным. Теперь дело за представителями туристических компаний. Но вся роскошь заключается не только в пляжах. Прекрасные места есть недалеко от города Балхаш. Туристы могут полюбоваться красотой гор Бектау-Ата. Перед отъездом мы посетили еще одно прекрасное место. Бектау-Ата – одна из красивейших достопримечательностей северного прибалхашья. Вершина одноименного пика взымается ввысь на полтора километра. Местность Бектау-Ата разная. Живописные скалы вперемешку с небольшим равнинами, где в углублениях после дождя скапливается пресная вода. Множество таких водоемов можно встретить по дороге на вершину горы. Они не пересыхают до конца лета. Благодаря воде, солнцу и ветру появились эти фантастические скалы. Процессы выветривания тысячелетиями разрушали породу. И там, где гранит менее прочный, скалы приняли самые фантастические формы. Фотографы очень любят приезжать на Бектау-Ата. Летом пейзаж здесь необычный. Много интересных ракурсов – простор для творческой фантазии. Очень хороша гора во время рассвета и заката. Красоту этого фантастического места передать невозможно. От красоты и величия природы захватывает дух. На этой прекрасной ноте и закончился наш инфотур. Основными организаторами выступили Управление предпринимательства Карагандинской области, а помощь оказала Академия имиджиологии города Астаны. Мы убедились, что путешествие не обязательно должно быть в дальние страны. Удивительные по своей красоте места есть и у нас в Казахстане. Редактор субтитров А.Семкин